Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Работа России время возможностей собрал порядка тысячи соискателей работы. Продукция соответствует высоким экологическим стандартам. Карачаева-Черкесия лидер по производству минеральной воды в России. Мониторинг общественной палаты в перинатальном центре. Ознакомились с работой женской консультации и Центра планирования семьи. Молодежь России, партии со студенты и преподаватели внесли свои предложения в новый нацпроект. Главное кадровое событие года прошло сегодня в Карачаева-Черкесии. 27 крупных региональных предприятий, 12 образовательных организаций, учреждения здравоохранения. Всего около тысячи рабочих мест. С регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Дарья Тендит. Нина Пономарёва пришла на региональный этап ярмарки трудоустройства с целью изменить свою жизнь. Нина – юрист по образованию, но на протяжении многих лет сохраняла домашний очаг и занималась воспитанием детей. Она отметила, что ярмарка вакансий для неё большой шаг к обретению работы мечты. Я считаю, что сегодня это прямо на высшем уровне. Такая подготовка и столько работы. Я же говорю, всех обойти много человек. Очень правильно, что у нас в республике проходят такие мероприятия, что любой человек может подобрать работу, которая его заинтересует. Участвовало более 27 работодателей республики, которые представили около тысячи рабочих мест для разных категорий граждан. Опытные эксперты дают подробные ответы на вопросы по трудоустройству и рассказывают о предприятиях. Помимо безработных граждан, к участию пригласили студентов, выпускников средних специальных заведений, участников ИСВО и членов их семей, а также граждан с ограниченными возможностями здоровья. Главная задача нашего мероприятия – это организовать содействие между работодателями и соискателями вакансий работы. У нас востребованы в основном специалисты, такие технори, как их назовём, да, значит, это инженеры энергетики, инженеры механики, затем у нас агрономы. На ярмарке вакансий было представлено 12 образовательных учреждений с наиболее перспективными отраслями трудоустройства. Выпускникам школы, тем, кто хочет освоить новую профессию, проводили профориентации, показывали мастер-классы и рассказывали подробную информацию. Станислав Дзамыхов только выбирает направление для обучения. Он рад, что попал на ярмарку вакансий и заинтересовался профессией спасателя. В профессиях, которые я хотел заниматься, очень много чего интересного, и спасать людей – это очень благородная профессия. Мне показали много систем, которые помогают в альпинизме, инструменты показали, гидравлические, очень важные, для спасения людей. Ярмарка трудоустройства – это место, где каждый может изменить свою жизнь к лучшему. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Карачаево-Черкесия – лидер по производству минеральной воды в России. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», республика заняла первое место по производству минеральной воды среди всех субъектов России за 2023 год. В Карачаево-Черкесии располагается более 200 минеральных источников. Производство питьевой и минеральной воды считается приоритетным и стратегически важным направлением инвестиций для республики, оказывающим значительное влияние на социально-экономическое развитие региона и обеспечение продовольственной безопасности России. В течение нескольких месяцев обеспечением безопасности на дорогах Карачаева-Черкесии заняты не только автоинспекторы, но и представители других подразделений и даже ведомств. Так, сегодня стражи порядка участвуют в рейдовых мероприятиях на основных трассах республики. В рейд отправилась наша съемочная группа и сейчас с нами на прямой связи из Усть-Джигуты наш корреспондент Артур Мхце. Добрый вечер, Артур. Какие нарушения чаще всего пресекают автоинспекторы? Добрый вечер, Елена. Такие рейдовые мероприятия на дорогах Карачаева-Черкесии автоинспекторы проводят на регулярной основе. Причем полицейские обращают внимание не только на степень тонировки или на то, пристегнутый ли водитель и его пассажиры, но и на провоз запрещенных предметов, таких как наркотики, взрывчатые вещества или оружие. И, как показывает статистика выявленных нарушений, такие рейды необходимы и приносят результат. Рядом со мной находится государственный инспектор управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике Заур Капушев. Вот такие рейдовые мероприятия, они наверняка действительно необходимы. Люди обращают внимание на то, как это все проводится и кто принимает участие в них? Значит, здравствуйте. Действительно, да, мероприятия подобного рода у нас проводятся на постоянной уже основе. Привлекаются у нас в обязательном порядке сотрудники кинологической службы, сотрудники управления Росгвардией по Карачаево-Черкесской республике. Вы знаете, это очень нужное мероприятие. И даже замечаем, что люди относятся с пониманием к подобного рода мероприятиям. Они оценивают обстановку, которая у нас складывается на территории Российской Федерации. И, естественно, все понимают и относятся с пониманием, что где-то приходится досмотревые мероприятия проводить. Потому как мы не знаем, ведь в каком автомобиле может перевозиться какой-то запрещенный предмет, запрещенное вещество. Поэтому люди относятся довольно-таки серьезно и с пониманием. Спасибо большое за комментарий. Елена. На прямой связи со студией был корреспондент Артур Мхце. К другим темам. Общественная палата Карачаева-Черкесии провела выездной мониторинг в Республиканском перинатальном центре. Члены общественной палаты ознакомились с работой женской консультации и Центра планирования семьи. Сотрудники перинатального центра показали, как организована работа в этих структурных подразделениях. Всех ли устраивает оказание медицинских услуг? Поинтересовались у самих пациенток перинатального центра. Напомним, инициатива «День беременных» является частью проекта «Всебеременным.РФ» и федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Представителям общественной палаты мы сегодня показали наше учреждение, ответили на все интересующие их вопросы, представили возможность и доступность медицинской помощи нашим пациентам, показали, как пациенты могут записаться к нам на приемы, как это осуществляется через регистратуру, через колл-центр, через аппараты записи, которые установлены у нас на первом этаже. Мы пообщались и с врачами, мы посмотрели на то, какие созданы условия, как совершенствуется у нас материально-техническая база, непосредственно данные консультации перинатального центра, то есть обсудили значимые вопросы. А для нас самое главное, чтобы женщина с удовольствием приходила сюда, не боялась, получала качественные услуги. Начало апреля выдалось теплым, температурные показатели шагнули вверх. Какая погода ожидается в эти выходные в Карачево-Черкесии? И стоит ли жителям и гостям республики задуматься об отдыхе на природе? Нам рассказала начальник регионального гидромедцентра Галина Бронская. К сожалению, погода ожидается не очень хорошая, относительно не очень хорошая. Для придворных районов, в сущности, будет кратковременный дождь, может даже не помешать, температура будет комфортная, 15-17 градусов, поэтому здесь, в общем-то, никаких проблем нет. Вот в горных районах, к сожалению, у нас ожидается в отдельных районах, даже сильный, даже здесь с мокрым снегом, но это, в общем-то, не совсем даже главное. Главное то, что на данный момент там сложилась неблагоприятная атмосфера и обстановка со сходом лавин. В связи с теплой погодой, которая была, наблюдалась весь холодный период года, хотелось бы, чтобы наши гости, отдыхающие, которые любят экстремальный отдых, чтобы они катались на официальных дорогах лыжных и не стремились на склоны, где нет специализированного обслуживания. И сейчас подробный прогноз с погоды на завтра, а после мы расскажем о национальном проекте «Молодежь России», о популяризации детской книги и фотовыставки Карачаева-Черкесии в лицах и судьбах. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3-8, в горах минус 2 плюс 3, днём 12-17 выше нуля и местами до плюс 7. В Черкесии ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 5-7, днём 15-17 градусов тепла. Прабабушки и опекуны будут получать повышенную пенсию. Размер надбавки – треть фиксированной выплаты. Решение об этом приняла в своём законопроекте Госдума. Ранее в России опекунами разрешалось становиться только тётям, дядям, братьям и сёстрам, бабушкам и дедушкам. Однако есть семьи, где у ребёнка остались только прабабушка и прадедушка, которые ещё вполне дееспособны, но детей отправляли в детский дом. Теперь в связи с изменением закона о федеральных пенсиях опекунами несовершеннолетних, сирот и лиц, достигших 18 лет, но признанных недееспособными, смогут становиться их родные прабабушки и прадедушки. В этом случае им будет повышена фиксированная выплата к страховым пенсиям по старости и инвалидности в размере 2711 рублей. Как работает новый национальный проект «Молодёжь России»? Региональное отделение партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия» представители Министерства по делам молодёжи, студенты и преподаватели внесли свои предложения в новый нацпроект. Подробности у Али Баташева. Студент из КГА Мурадин Айдынов считает, что для социализации молодёжи, которая только вступает в студенческую жизнь, должен быть создан специализированный центр с названием «Учимся жить по-новому». Не каждый решится обратиться к психологу в учебном заведении. Это такой центр, где будут собираться молодёжь, которым нужна помощь. Помощь в социализации, помощь в адаптировании, в новой среде, по сути говоря. Сложно преодолеть барьеры, прийти к психологу. Да, знаешь, что он есть, но очень сложно. А если будет некий центр, в котором есть в том числе психолог, туда прийти, он уничтожен будет легче. Особенно, если работа психолога будет интегрирована в игровой форме, в других занятиях, в каких-то там уроках того же, там, раторского искусства. Несмотря на большое количество волонтёрских организаций в нашей республике, необходимо создать волонтёрский центр, где добровольцы будут проходить обучение и подготовку. Эти и другие предложения молодых людей обсуждались с целью внесения в нас проект «Молодёжь России». Это федеральная программа поддержки для самореализации граждан. От 14 до 35 лет включительно. Она призвана объединить все механизмы государственной поддержки для молодёжи. Наша задача сегодня встретиться со студентами одного из крупнейших учебных заведений, высших учебных заведений, для того, чтобы послушать от молодёжи те предложения, которые бы они хотели увидеть в отражении того самого национального проекта. То есть сегодня стоит задача не в кабинетах рождать такие правовые акты, а именно обсуждать с теми людьми, которые, собственно говоря, будут конечными пользователями этого документа. Сейчас в Карачаево-Черкесии идёт активная работа по внесению предложений в новый нацпроект, инициированный президентом страны Владимиром Путиным. У нас сегодня параллельно проходит обсуждение также в штабе общественной поддержки по данному направлению с научным сообществом, с представителями общественных организаций. Аналогичное мероприятие мы планируем провести также в Карачаевске, в университете педагогическом. Нам важно услышать мнение каждого, поэтому, в принципе, мы открыты для всех предложений, которые могут быть, их можно отправить в социальную сеть Молодой гвардии Деми России Карачаева-Черкесской республики. Все предложения будут объединены в сводный документ до 15 апреля и направлены для дальнейшей доработки нацпроекта. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Какими событиями запомнился сегодняшний день, вот некоторые темы. В год семьи в детской библиотеке говорили о популяризации детской книги, как привлечь внимание общественности к проблемам детского и семейного чтения в современном обществе. 10 тысяч шагов к жизни студенты, школьники, спортсмены, волонтеры провели мастер-класс по северной ходьбе, в которой завершился флэш-мобом. Карачаевая-Черкесия в лицах и судьбах. Сегодня в Черкесске стартовала фотовыставка заслуженного фотохудожника Международной Федерации фотоискусства Андрея Смольникова на выставке 55 ярких, колоритных и невероятно душевных фотографий. Красивейшие цветы весны. Крокусы распустились на фоне белоснежных гор в Донбайе. Крокус – это цветок, вокруг которого сложено множество мифов и красивых легенд. Данное растение часто используют в декоре. Оно оказывает разное влияние на настроение, эмоциональное состояние человека. Крокус еще называют цветком любви, который дарит яркие эмоции. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Хороших выходных! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!